Эвакуация нефтяников с аварийной платформой номер 10 на месторождении Гюнашли была проведена четко и соответствовала нормам техники безопасности. Об этом сообщил вице-президент госнефтекомпании Азербайджана Сокар по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов на пресс-конференции. Он отметил, что если бы не было ударов шлюпки о железные сфаи платформы при скорости ветра 38-40 метров в секунду, все 63 нефтяника, находившиеся на платформе, были бы спасены. Нефтяники были в спасательных жилетах, но спасательные работы были затруднены из-за плохой видимости и шторма. Вице-президент Сокар назвал безосновательными обвинения, озвучиваемые в социальных сетях, о том, что госкомпания не дала поручения нефтяникам покинуть платформы, зная о сильном ветре. Когда мы получили прогноз о сильном ветре, мы поручили ограничить на платформе работы на открытом воздухе, сказал он. Вице-президент Сокар подчеркнул, что если бы нефтяники не были эвакуированы в спасательные шлюпки, а остались на платформе, они бы все сгорели, так как во время взрыва пожар охватил всю платформу. По его словам, в настоящее время первоочередная задача Сокар – это найти пропавших без вести нефтяников, и работы в этом направлении будут продолжены до последнего. Однако суровые погодные условия осложняют поисково-спасательные мероприятия. В настоящее время пострадавшие нефтяники проходят лечение, после чего будет оценено состояние их здоровья. Получившим инвалидность в результате аварии будут выделены соответствующие пособия и выплаты от страховой компании. Остальные после выздоровления смогут вернуться на работу. Нефтяники пострадали во время сильного пожара на стационарной глубоководной платформе номер 10 на месторождении Гюнашли 4 декабря. По предварительной версии, причиной пожара послужило повреждение газопровода высокого давления от удара штормовых волн и из-за сильнейшего ветра. Спасти удалось 33 человека. Обнаружены тела 7 человек. На данный момент пропавшими без вести числится 23 человека.